Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами снова, как всегда, я, Савельф Анатолий, и наш канал, а именно плейлист «Всё о красновых черепах». Сегодня мы с вами прообзорим корм. Сухие кузнечики, сверчки, вот эти, то есть от фирмы Тетра, от Рептамина, Рептоделика, Грэсхоперс, в качестве деликатеса, так сказать, сушёные кузнечики. Корм в любом случае хороший, потому что германские фирмы Сера, Тетра, это высший уровень, это лучшие корма, которые я рекомендую. Рептоделика, кузнечики, натуральное лакомство для водных черепах. Кузнечики богаты протеинами для оптимального роста. Следует использовать в качестве дополнения к основному корму Тетра Рептамид, который используется как раз-таки в дополнение к основному рациону, о котором мы говорили в отдельных роликах. То есть растительность, мясной рацион, живой и так далее. Для разнообразного питания, ну то есть для того, чтобы разнообразить рацион, как я и рекомендую. А в частности кузнечики богаты витамины, то есть вообще насекомые, это витамин В1, В2, конечно витамин А. В меньшинстве так, ну необходимые волокна, необходимые белки, необходимые витамины находятся как раз-таки в насекомых. Поэтому кормление насекомыми в данном случае, то есть в частности у хищных черепах, а соответственно у красноухих пресноводных, кормление насекомыми это необходимое действие. Конечно же и витамин Д, и фосфор, то есть действительно корм богат своими витаминизированными свойствами. То есть тут всё на немецком языке, тетра, вот здесь изображены кузнечики. Давайте вскроем с вами, ага, здесь тетра. Вот так собственно корм выглядит. Давайте открывать, смотреть, что же нас там с вами ожидает. Что ж, вскрыли мы с вами. Ух ты, тут уже пошло дело. Ух ты, да вы гляньте, какие качественные кузнечики. Какие интересные, ух ты, ножки. Ух ты, да вы гляньте, какие кузнецы. Давайте вот так высыпем, рассмотрим. Здесь у нас крышечка чистенькая в принципе. Какие кузнецы, ух ты. Да гляньте, какой корм. Недаром, конечно, и стоящие. Эти корма дорогие, но гляньте, как они выглядят. Действительно и крупные здесь кузнечики есть. И такие, то есть они здесь действительно, ну я так понимаю, опыленные. Ой, растительность даже какая-то попалась. Я так понимаю, всё это полезно. Ух ты, ножки. Гляньте, тут какие кузнечики имеются. Ой, интересный, очень интересный корм. Вот, тут и с ножкой засушенные кузнечики, цельные такие. Какой классный, хороший корм. Действительно кузнечики. Тут и ножки, и уськи от них остались. Тут не только, тут и разные, так сказать, севчики, кобылки могут встречаться. Тут не только, вот вы можете разглядеть. Кузнецы разного вида. Посмотрим на их реакцию, например, на конечности. СОВМЕСТНОЕ ПИТАНИЕ Так, ну что ж, попробуем, так сказать, вот эту кобылочку маленькую дать. Вот так происходит процесс поедания. Конечно же, здесь нельзя. Ну не то, что нельзя, а не рекомендую кормить его квадрариуме. Это пока что только для кадров, для того, чтобы красивенько было все. А так все-таки кормите, для того, чтобы чистенько в квадрариуме было, кормите в отдельной кормушечке. Давайте прямо горсточку положим, вот так вот, посмотрим, что они, собственно, с этим будут делать. Двойная порция. Итак, пересадили наших чепочек в кормушечки. Очередной корм от Тетра, германская фирма, то есть рептамин Тетра. Видите, как черепашечки тянутся, уже знают, соответственно, по упаковочке, что это корм. Вот они. Сухие кузнечики. Полезная пища, особенно в холодное время года. Хорошая, то есть качественные. Действительно, отборные кузнечики. Конечно, сейчас я дал не поровну, то есть я просто дал. На самом деле я кормлю, соответственно, в другом режиме, то есть, чтобы каждому досталось поровну, каждому, соответственно, оптимальненькая доза пищи. Живой рацион, это, конечно же, преимущественно намного лучше, чем вот засушенный корм. Но, тем не менее, германская фирма очень рекомендует. Если вы собрались покупать сухой корм, то рекомендую вам, естественно, от Рептамин, то есть Рептоделика Тетра, вот германская, соответственно, фирма. Вот такие кузнечики. Проверим полную консистенцию данного корма. Ничего, сейчас проверим, то есть, что здесь, в принципе, какие у нас здесь кузнечики имеются. Да, ну здесь прям царь-кузнец. Из всех добавили вот такого вот крупного. Сейчас мы его с вами как раз-таки и дадим. В общем, сейчас крупненьких выберем. Тут и ножки от кузнечиков. В общем, кузнецов разных интересных тут хватает. И действительно, отборные, крупные, вы видите. Недаром, ну, германская фирма, естественно, лучшие корма. Это и Сера, и Тетра, вот такие. Что ж, малышам пока дали мелкие частички. Более крупным, соответственно. О, каких отобрал. Что ж, кто первый? Ну, давай, Сарочка. Опа, схватила. Микаэлла, твой выход. Так, 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 Машечка. Опа, так. Молодец, Сарочка. Рафаэльчик. Молодцы. Ой, молодцы, мои колюзи. Уйди, мои колюзи. Малышам тоже подкидываю. Правда, я им уже очень много дал. Тут много ног, конечностей различных. То есть было, соответственно, борьба идёт даже за мелкие части. Стараюсь, чтобы всем досталось поровну. Конечно, кузнечики кузнечиками. Но про основной рацион не забываем. То есть это живой рацион. Это мясной рацион, растительный и разные подкормочки. Конечно, это отлично, что кузнечики обработанные, витаминизированные. Но они больше, то есть я рекомендую во время холодного времени года. Такого рода корм, безусловно, полезен. То есть особенно рекомендую в более холодное время года. Когда идёт авитаминоз. То есть когда витаминный запас, соответственно, сокращается. Для этого есть такой корм. В более тёплое время года рекомендую живую пищу. Ну и так далее. То есть по плейлисту посмотрите. Основные рационы. Ну а также если у вас нет возможности там ловить насекомых или покупать живых. То есть я рекомендую вот данный корм. Очень хороший, очень рекомендую. Тетра, серая и германские корма. Ну что ж, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте классы, кому понравилось видео. Обязательно поддерживайте. Смотрите видео на остальные тематики нашего канала. А с вами был я, Анатолий Савелев. И плейлист «Всё красноухих черепаха».